мир вам наших последних выпусках уже несколько раз звучала тема ислама а при чем здесь ислам для справки ислам сегодня самая быстро растущая религия рост который обусловлен в большинстве случаев не миссионерской проповедью и разумным выбором а путем деторождения в лучшем случае или насильственного обращения огнем мечом в худшем мусульманская семья это как правило многодетная семья что и вносит существенный вклад в количественный рост этой религии и что уже ощутил на себе европу через 20 лет если господь замедлится своим возвращением мусульмане будут составлять большинство в европейском союзе также мы говорили о католицизме вступающим в тесное отношение с исламом что служит благоприятной почвой для создания альянса под названием хрислам об этом мы расскажем подробнее следующих выпусках в коране несколько раз встречается термин люди писания этот термин применяется мусульманами в отношении иудеев и христиан почему потому что как те таки другие считают писание книгой божественного происхождения который обладает такими атрибутами бога как совершенство истинность непогрешимость и вечность что неудивительно поскольку слова бога не отделимы от его характера и природы с другой стороны последние 150 лет никакая другая книга не подвергалась стольким нападкам со стороны либерального христианства в попытках умолить ее авторитет и дискредитировать ее буквальное пророческое значение как библия несмотря на все это библия есть и остается все такими же совершенными безошибочными и непогрешимыми словами бога в каждом своем слове в каждой своей букве матфея 5 глава библия предельно ясна когда говорит о существовании сильного злобного и коварного существа который противостоит бог это существо сатана само это слово означает противник 1 петра 5 глава сатана упоминается в библии 55 раз из которых 36 раз только в новом завете самой древней книги библии книги иова написанной около 1800 лет до рождества христова сатана упоминается 14 раз в свете того что писание говорит о сатане разве не поразительно что как реальное мыслящее живое духовное существо он не был признан ни в одной речи ни одним папой ни одним президентом ни одним премьер-министром ни одним председателем ни одним госсекретарем ни одним сенатором ни одним царем ни одним шейхом ни одним репортером журналистом или диктором за последние 100 лет ни один важный политический военный или социальный лидер на шести континентах не имеет никакого библейского представления о нем кажется они даже не подозревают его существование последний раз когда вы слышали что сатана рассматривается как враг бога и библии из уст какого-нибудь старого проповедника мусульмане называют америку великим сатаной по их мнению именно америка ухитрилась искусить его давида и иисуса христа библия начинается с того что предсказывает появление у сатаны сына в бытие в 3 главе 15 стихе и вражду положу между тобою и между женой между семенем твоим и семенем ее в этом тексте есть указание не только на иисуса христа как семя жены но также и на семя сатаны библия заканчивается тем что сатана уничтожается откровение 20 после правления на земле в образе человека откровение 13 в течение точно такого же периода времени как и земное служение иисуса христа три с половиной года этот человек который копирует имитирует подражает и выдает себя за иисуса христа и есть сатана во плоти в точности как бог явился во плоти согласно 1 темофея 3 глава и иоанна 1 глава все новые библии исключили бог из 1 темофея 316 что характеризует их как глашатые в сатаны во плоти не верите нам прочтите 1 иоанна 4 глава 3 стих а каждый дух который не исповедует что иисус христос пришел во плоти не есть от бога и это дух антихриста которым вы слышали что он придет и даже теперь он уже в мире все мусульмане отвергают что бог являл себя когда-либо на этой земле во плоти поэтому они не имеют представления о пришествии антихриста который будет проявлением сатаны во плоти то же самое с байденом то же самое со 192 нациями в оон включая израиль ни одна нация на земле не подготовлена к тому кто явит себя ближайшее время ни одна сша не готовы к тому что сатана воплотиться чтобы явить себя поэтому сегодня имеет огромный смысл знать о сатане и его умыслах 2 коринфянам 2 чтобы избежать быть уловленными в его волю согласно 2 тимофея 2 главе что касается встречи его с распростертыми объятиями то существуют некоторые вещи на которых воспитаны последние два поколения американцев перечислим их первое африканские нравы заменили европейский стандарт законы и взгляды на прелюбодеяние сексуальное извращение разврат гомосексуализм и насилие второе африканская музыка джаз рок-н-ролл хэви металл и так далее научили неповиновению применению наркотиков сексуальной распущенности разращенности убийству и самоубийству прославление сатаны третье африканская трудовая этика вытребовала права на получение пособия то есть бесплатное подаяние у правительства таким образом делая каждого американца зависимым от правительства а не от бога в налогах социальном страховании медицинском страховании выплатах компенсации работниками так далее это сделала все предприятия и церкви в конечном счете подотчетными правительству в том как они ведут свою деятельность четвертое африканские умственные критерии принятие культуры которая не смогла сделать ни одного великого изобретения значимого для прогресса человечества со времен христа до нынешних дней вынудили государственную школьную систему америки снизить свои образовательные нормы до такого уровня что америка стала посмешищем для всего мира 5 африканская религия несмотря на то что и школ убрали молитву чтение библии потому что они нарушают разделение церкви государства детей принудили изучать ислам чтобы они могли быть чувствительными к банде религиозных фанатиков которых святой коран учит что они могут попасть в рай и прелюбодействовать 72 девственницами убивая христиан и евреев к чему подготавливал наших детей американский союз гражданских свобод и департамент образования с помощью всего этого они должны готовиться к чему и так что же это если наши дети это наше будущее тогда для какого будущего готовят детей которых растят в такой обстановке иисус христос сказал что будущее будет как было во дни лота луки 17 глава дни лота были отмечены сексуальным извращением послание иуды 7 8 стих сын погибели согласно 11 главе книги даниила не уважит желание женщин 11 глава 37 38 стихи он образно говоря родами сан-франциско если вы поняли намек поэтому в общественных школах сейчас учат детей тому что садами я искатоложества нормальные альтернативные образы жизни то есть будущий лидер новой эпохи и нового мирового порядка принятию которого общественные школы готовят детей никто иной как сексуальный извращенец и самовлюбленный эгоист но что нового в этом такая информация устарела на две с половиной тысячи лет если у вас есть библия навязывая африканские нравы музыку трудовую этику умственные критерии и религию нынешний преемник афроамериканца в белом доме должен продвигать ниже следующее для обеспечения радужного приема сына сатаны не случайно байдена называют третьим сроком обама и вот к чему сводится его основная задача первое контроль над оружием вторая поправка должна быть устранена и весь простой народ разоружён чтобы лишь преступники правительства то есть армия и полиция имели оружие таким образом когда они захотят конфисковать вашу собственность банковский счет вашу семью вы будете беззащитны второе социализм правительство должно контролировать весь бизнес и коммерцию способ контроля над средним классом заключается в контроле над их родом деятельности и доходами третье создание мирового сообщества международный налог для поддержки мусульман по всему миру таким образом можно довести до банкротства нацию и сделать ее зависимой от европы китая и россии четвертое международный суд для устранения всех конституционных прав и гарантий которые у вас есть заканчивая этот выпуск можно совершенно определенно сказать что его число раса имя признак знак и религия известны всем те кто читает и верит изучает и отстаивает библию они рекомендуют сплошь и рядом труды своих религиозных лидеров в качестве надежного источника чтобы разобраться со всем происходящим подписывайтесь на наш канал в телеграме там вы найдете гораздо больше информации чем той которую мы размещаем в этих выпусках да благословит вас господь а и а и и и и и